Вот такая, друзья, развернутая история Ноя. Я рекомендую вам более подробно уделить время и изучить, потому что Ной очень интересная личность, как праведник, как человек веры, как тот, кто многого достиг вместе с Господом. Хорошо, давайте мы сейчас также опустим наши головы и кратко помолимся. Дорогой Господь, мы обращаем к Тебе свой взор. Мы благодарны, что Ты учишь нас через Слово Твое. Учи нас и дальше, Господь. Мы просим о том, чтобы Ты помог нам быть открытым к слышанию, открытым к тому, чтобы принимать, открытым к тому, чтобы учиться из Слова Твоего. Ты нас привел здесь, Господь, чтобы мы менялись. Мы хотим меняться. Мы не просто пришли сюда, Боже, чтобы сделать отметочку где-то там, в каком-то календаре, что мы были. И, Господи, мы хотим измениться, мы хотим переживать близость с Тобою, Боже, и мы хотим укрепиться в Тебе и научиться побеждать, Боже, те сложности, с которыми мы сталкиваемся. И так, дорогие друзья, во время молитвы на этой неделе я много размышлял об одной из глав Библии. Когда молился, Бог снова и снова мое обращал внимание на эту главу. В этой главе описано обращение человека, верующего к Богу. То есть, жил-был верующий человек. Вот такая история. Он жил среди верующего общества, и в какой-то момент жизни так случилось, что он обратился. Обратился по-настоящему к Богу. Я раньше особо не вникал в ситуацию, но, тем не менее, я увидел, что для нас это очень важно, ну, как бы осознавать, что же там было. Речь об обращении пророка Исаии. Помните такую знаменитую шестую главу книги пророка Исаии? В ней описана, собственно говоря, процесс или та встреча, во время которой Исаия стал тем Исаией, о котором мы с вами уже знаем. И важно понимать, что сам по себе Исаия родился в обществе верующих людей. Мы часто об этом забываем. Для нас, современных верующих, если ты не заключил Новый Завет, ты как бы вообще непонятно, кто ты, непонятно, какая у тебя вера, и непонятно, что. Но на самом деле, друзья, все еврейское общество находилось во взаимоотношениях с Богом. Все еврейское общество находилось в Завете с Богом. И это настоящий был Завет. Там все было серьезно. Бог и благословлял их серьезно, Бог и спрашивал их серьезно. И в отличие от всех остальных народов, которые были вокруг, они действительно были верующими. Они родились в этом Завете, рождались в этом Завете. Они были детьми верующих родителей. Они были наставляемы Словом. И они были с пониманием того, что можно, например, пойти в Дом Божий. Согласитесь, это не все имели такое понимание. Итак, он родился в этом Завете. Но в какой-то момент жизни Исайя реально встречается с Богом. И это очень интересный момент, друзья. Очень интересный. Оказывается, человек может находиться в Завете с Богом, но не иметь с ним взаимоотношений. Казалось бы, как такое возможно? Как можно иметь Завет, но и не иметь взаимоотношений? Я вам скажу очень просто. Давайте подумаем, например, о браке по расчету. Сейчас тоже иногда бывает такое, но в древности, например, браки по расчету были очень распространенным вообще явлением. То есть что происходило? Два человека из совершенно разных стран соединялись вместе. Они друг друга не видели, не знали. Мы не можем даже, ну как бы говорить о понятии «я тебя люблю». Нужно время, чтобы какие-то чувства вообще появились. То есть вот такой вот брак, он является законным. Это муж, это жена, но при этом нет взаимоотношений. Или, например, наши с вами дети, дети верующих родителей, они привыкли приходить в общину. Они привыкли делать определенные вещи, но это еще не значит, что есть у них взаимоотношения с Господом. Должен прийти какой-то момент встречи. Должен прийти какой-то момент, после которого жизнь человека изменяется, и он становится верующим уже серьезно, посвященно, отдавая себя тому, во что он верит. Итак, Исайя 6 глава. Исайя описывает вообще то, что с ним происходит. Я не буду читать вам все стихи, не переживайте, их много там. Но если у вас есть Библия, я бы хотел, чтобы вы открыли ее вместе со мной. Если нет, вы можете читать ее здесь. Исайя описывает свое видение Бога. В какой-то момент жизни он говорит о том, что я увидел Бога, я столкнулся с Ним, и образ его был невероятен. Он сидел на престоле, ангелы вокруг служили ему, и они восклицали, Кадош, Кадош, ты святой Бог, ты великий. И Исайя, он был просто потрясен тем, кто такой Бог. Он начинает осознавать, кем является этот Господь, которому служит его народ. И более того, он смотрит на свою жизнь, и он понимает, кем он является на самом деле, и какие люди его окружают. Кто эти люди? До этого момента он жил простой жизнью. Вы понимаете, да? То есть, он делал определенные вещи, то, что все делали, нету чего-то такого особого. Он делал то, что делали его друзья, его знакомые, возможно, его родители. Он жил обычной жизнью, обычного израильтянина того времени. Но, встретившись с Богом, он вдруг осознает, оказывается, Бог выше, Бог намного могущественнее, чем мы себе представляем. И я намного, скажем так, не соответствую этому эталону. Есть большой разрыв между мной и Богом. И он, когда смотрит и осознает это все в пятом стихе, он говорит, ой-вэй, там так на иврите написано, ой-вэй, или горе мне, горе. Это не просто, знаете, какая-то картинная такая штука, он там закатывает глазки или что-то происходит. Он реально переживает потрясение, он говорит, горе мне, горе мне, я человек нечистый и живу среди народа такого же, с нечистыми устами. То есть он потрясен степенью своего греха. Потрясен по-настоящему. Он плачет, восклицает перед Богом. И мы видим, что ангел приносит уголь жертвенника. Ангел подлетает, он берет жертвенник и касается уст Исаии, касается его уст и очищает его. То есть Исаия увидел себя, увидел Господа. Он воскликнул в ужасе от того, что он увидел. И это привлекает внимание Божьего ангела. Он берет уголек из жертвенника и касается уст Исаии и очищает его. И дальше Исаия слышит разговор Бога. Он говорит, кто пойдет для нас, кого мне послать и кто пойдет для нас в 8 стихе мы видим, да? И тогда Исаия говорит, вот он я, пошли меня. Кинений, он говорит на еврите. Вот я, пошли меня. Первый раз, когда он увидел Господа, он не спешил куда-то идти. Он даже не знал, что нужно куда-то идти, что-то говорить или что-то делать. Он увидел и он был в шоке от увиденного. Дальше он говорит, Боже, после того, как ты очистил меня, я готов идти туда, куда ты меня посылаешь. уходит страх, уходит нечистота, появляется желание идти и служить. И Бог дает ему поручение сказать верующим людям, снова же, Дому Израильскому, в 10 стихе, определенное послание, очень тяжелое. Если мы вот просто внимательно посмотрим, то основные как бы идеи этого послания, они следующими. Бог говорит Исаии, Исаия, послушай, я хочу, чтобы ты пошел к Израильскому дому и сказал им, огрубело ваше сердце, ушами с трудом, слышите, не слышите меня, не слушайте, очи сомкнули, вы не можете увидеть что-то, вы не видите, какая дорога перед вами, скажи им, пойди это, не обращаются для исцеления, то есть иными словами, скажи, у них глаза не видят, уши не слышат, и они не обращаются ко мне, чтобы я их исцелил. Поэтому, как результат такой жизни, придет разрушение в жизни людей. И дальше в конце главы он говорит, но все же, каким бы ни было великим это разрушение, будет остаток, будет определенный корень, будет определенное количество верующих людей, которые спасутся, через которых будет передаваться благословение Святое Семя. Если мы посмотрим книгу пророка Исаии, вот просто, если вы прочитаете все главы этой книги, вы увидите, что, в общем-то, вот это основная канва книги. Снова и снова Исаия в тех или иных словах, в то или иное время, той или другой группе людей, он повторяет все то же послание. Ваше сердце нуждается в изменении, ваши глаза нуждаются в изменении, уши, вы должны открыться для Божьего исцеления, обратиться к Нему, и Бог вас исцелит. И тогда придет спасение. И вы знаете, Исаию очень много били за эти слова. Очень много. Исаию ненавидели. Исаию искали в разных местах и пытались погубить цари, различные вельможи разного уровня. Люди, некоторые, восхищались с ним. И мы знаем, что до сего времени Исаия считается одним из важнейших ключевых пророков, о которых мы учимся. Он получал откровение о Мессии. Исаия 53 глава рассказывает невероятнейшие пророчества о Мессии. Как ни один другой пророк он описывает то, что будет происходить в вечности. Его глубина откровений просто потрясает своей точностью и захватывает нас. Тем не менее, перемена в нем произошла настолько глубоко, что он не боялся всего того, что происходило. Друзья, мне это очень сильно напомнило историю всем известных 12 учеников. Вы помните те события, которые происходили в Гефсиманском саду? Вот есть Ишуа, он готовится к крестной смерти, и приходят люди от первосвященника для того, чтобы забрать его в темницу, и все ученики как один покидают Ишуа. Все разбегаются в страхе, трепете, хотя они видели его, знали, и кушали хлев вместе с ним, ходили вместе с ним. Страх наполняет их сердце. И мы читаем об учениках во второй главе книги Деяний, мы видим, что там совершенно другие люди. Когда сходит на них Дух Святой, как будто что-то просто разрывается в их жизни. Вот эти оковы страха, оковы такого просто, которые парализуют всякое действие, это люди смелые, люди, которые не боятся встать среди площади и говорить, есть Ишуа, есть вот слово, вам нужно обратиться, вам нужно, вы помните проповедь Петра, которая была там дальше, да, во второй главе книги Деяний. Мы видим, что совершенно их характер изменился, и они были верны, верны до смерти, потому что практически все апостолы, они пережили мученическую смерть, всю жизнь посвятив на служение Богу. Но я хочу вам сказать, что это посвящение, оно было не напрасным, потому что миллионы людей после их труда, они были изменены благодаря той вести, которую они несли. Итак, история Исаии, я снова и снова возвращался к ней, и Бог подтолкнул меня к размышлению о теле Мессии, о Его общине. Мы понимаем, что, безусловно, у еврейского народа по-прежнему есть свое призвание, есть своя задача, которую Господь ставит перед еврейским народом, но для Его общины, которая состоит из верующих евреев, а также из верующих неевреев, также есть задача от Бога, очень важная, делать Его видимым и делать Его прославленным. Читая шестую главу, друзья, я вдруг увидел, что Бог описывает нужды современной общины. Давайте просто посмотрим. Вот просто смотрите. огрубело сердце народа, ушами с трудом слышат, очи сомкнули, не обращаются для исцеления, придет разрушение, как результат такой вот жизни, в поражении, но все же останется святой корень. Чем не наши церкви, чем не наши общины, друзья, мы так нуждаемся в том, чтобы услышать Господа. Я иногда общаюсь с разными людьми, я просто потрясен, как будто слепота в сердце, как будто уши, они, знаете, закрыты чем-то плотно-плотно, и ты говоришь, послушай, не делай вот так, тебе надо делать вот так, и тебя не слышат. И ты видишь, как человек как-то поступает определенным образом, и ты понимаешь, что даже если ты его сейчас отведешь в сторонку и просто так с ним поговоришь, он тебя не поймет. Он не понимает, о чем речь. При этом верующий, при этом вроде бы как бы в завете и вроде бы все, что-то, ну вот есть. Я посмотрел на это все и думаю, Боже мой, это наши болезни, это болезни нашего времени. Интересно, что слова из Исаии повторяются всеми евангелистами. Если вы посмотрите параллельные ссылки, вы увидите, что Матфей, Иоанн, Лука, они говорят о этих вещах, они цитируют шестую главу пророка Исаии. И мы понимаем, что вот просто, если Исаия был давным-давно, евангелисты были чуть-чуть раньше к нам, то, послушайте, мы можем смело цитировать эту же главу по отношению к нашей жизни. Я могу в каких-то моментах жизни говорить, Боже, эта глава про меня. Я не могу сказать, что я слышу Господа, знаете, или что я вот как бы во всем. я понимаю, что, послушайте, я нуждаюсь в этом очищении, в этом освещении, в этом преображении. Реально, это проблема. Многие нуждаются. Это проблема, которая, ну, есть насущная, болезнь, которая есть насущная. Итак, что мы можем увидеть? Бог желает нашего обращения. Он хочет, чтобы мы обратились к Нему с просьбой об исцелении. Это вот также ключевой момент, который был в Исаии. Бог говорит, я жду. Если люди придут, если они воскликнут ой-вэй, я приду и исцелю их. Я хочу это сделать, пускай они обратятся ко мне серьезно. То есть, иными словами, это не просто, знаете, такое состояние, когда мы все чего-то хотим. Ведь, согласитесь, когда мы говорим о каких-то хороших вещах, мы хотим этого легко. Правда? Но мы не хотим отказываться от чего-то ради этих хороших вещей. Далеко не всегда. Речь идет о таком внутреннем, как бы, внутренней страсти. Вот она очень сильно похожа со страстью вот этой, помните, притчу, которую рассказывал Ишуа о купце, который ходил и искал жемчужину. Помните, да, такую притчу? И этот купец, он находит жемчужину, и он продает, она очень ценная, редкая, он продает все свое имение. Он настолько сильно ее желает, что он готов продавать свое имение для того, чтобы ее приобрести. И речь идет о Царстве Божьем. Иными словами, когда человек осознает преимущество чего-то настолько сильно, что все остальное, оно просто меркнет перед ним. Чувствуете разницу? Это именно вот это вот ой-вэй, это именно вот это вот состояние. Было ли у вас такое, что вы приходите в какой-то магазин, а там, например, какая-то безумная скидка, но вот она через 15 минут закончится, а у вас 10 рублей не хватает, чтобы купить то, что вы сильно давно хотели. Не переживали такое? Я переживал несколько раз. И я понимаю, что ты, как это решить? Вот давайте, вы сейчас отложите мне вот это. Вот я сейчас, и ты просто весь, я сейчас позвоню, сейчас мне принесут, сейчас мне это самое. И ты понимаешь, что вот еще 15 минут, и ты потеряешь эту скидку, и все станет на 95% в прямом смысле дороже, а вот тут можно взять вообще почти бесплатно. То есть внутренняя такая вот страсть, внутренний ажиотаж, внутреннее сильное желание. Я хочу этого. Это состояние ой-вей. В хорошем смысле, да? В таком возбужденном смысле. Когда Исаия увидел Господа, ой-вей его было очень горестным, но очень, знаете, оно глубоко исходило из сердца. Он обращался и говорил, Боже, я человек нечистый, и живу среди людей с нечистыми устами. Помоги мне. И здесь есть разница, чем просто сказать, ну да, этот грех, это плохая штука, я его осуждаю, осуждаю, я буду там что-то как бы там делать с ним. Это не ой-вей. Это типа, эй. Чувствуете разницу, да? Потому что ой-вей, это караул какой. Немедленно нужно убрать это. Немедленно нужно это убрать. Это надо изменить. Просто сейчас сделайте что-нибудь. Итак, друзья, без осознания, без осознания нужды и встречи с Богом, мы не можем прийти к посланию, к миссии. Мы многие говорим о том, что я бы хотел быть таким, вот знаете, хорошим служителем, но без вот этого внутреннего такого стремления, без этого внутреннего ой-вей, мы не приходим к миссии, потому что необходимо очищение. Недавно я прочитал одну такую историю. Я знаю, что она вымышленная, но в ней, в общем-то, есть над чем поразмышлять. Возможно, те, кто любит читать книги, вы когда-то сталкивались с таким автором, как Клайв Льюис. Он написал хроники Нарни, и есть у него еще также известная книга, которая называется «Письма Баламута». Читал кто-нибудь ее? Да, несколько человек читали. В двух словах, для тех, кто не читал. Речь идет о диалоге. Книга написана в форме диалога между бесом, на секундочку, высокого уровня, который дает инструкции для своего подопечного, как свести верующего человека, в общем-то, как отвести его от Бога. Она так вот написана вот как бы со стороны врага, если так можем сказать. Помните, да, такую книжку? Очень интересно, потому что мы всегда как бы по-другому смотрим на процесс. И советы, которые он дает, ну, так заставляют задуматься. Он говорит, что послушай, мы не можем верующего человека вообще держать от того, чтобы он находился во взаимоотношениях с Богом. Если верующий человек серьезно решает посвятить свою жизнь Богу, мы ничего не можем сделать. Наша сила, она заканчивается. Посему, тот говорит, как бы, а что же нам делать? Как же нам победить этого врага? Ну, подразумевает Бога. Он говорит, послушай, есть множество методов, но мы будем использовать самые простые, но самые эффективные. Самое важное, что для нас нужно сделать, это помешать людям войти во взаимоотношения со своим Спасителем. Сделать так, чтобы тот тихий, спокойный голос Господа, он не был слышен человеком. Поэтому важно, даю вам поручение, давайте занимать верующих различными пустяками. Пускай они будут всегда заняты. Важно вот просто создать такую атмосферу, чтобы верующие всегда были чем-то занятыми. Самыми разными способами, чтобы в уме у них что-то крутилось, чтобы у них была вот какая-то такая необходимость, что-то быстро сделать, привязать их разум к чему-то. Со всех сил искушайте их тратить. Тратить, тратить, и если денег не будет, пускай берут в долг, но пускай они тратят. Пускай мышление будет такое, которое нужно тратить. А для того, чтобы больше было денег, учите их много работать. Пускай они работают постоянно, приходят поздно, чтобы родители не встречались с детьми, чтобы мамы не встречались с детьми, мужья и жены не встречались друг с другом, зато утешайте, что у них будет хорошая жизнь. Убедите, чтобы вот как можно больше можно было заработать для того, чтобы можно было потратить. И дальше он говорит, со всех сил старайтесь, чтобы родители не проводили время со своими детьми. Пускай будет огромное количество кружков, пускай будет огромное количество занятий, различных всяких хобби и так далее и тому подобное. Пускай родители не видят своих детей. Включите им интернет, включите им, ну, займите всю их жизнь. Делайте все возможное, чтобы они не слышали голос Божий, тихий и спокойный. Поэтому, пускай везде звучит музыка, мерзкая, во всех местах, куда бы они ни пришли, пускай что-то играет. Оно потихоньку будет оседать в их разуме, как пыль, и через время они не смогут открывать свои уши, они не смогут слышать Бога. Раскидывайте везде журналы, присылайте им рекламу, пускай они читают, думают, хотят. Делайте их уставшими для того, чтобы иметь близость друг с другом в семьях. Делайте образ какой-то супермодели, чтобы мужья разочаровывались женами и думали о других женщинах. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Звучит просто, правда? Но очень эффективно. Очень эффективно, потому что мы, понятно, что открытому греху будем сопротивляться. Но если грех приобретает форму серости, если грех приобретает форму будней, мы привыкаем к этому очень быстро. И через время наше сердце, оно перестает отличать какие-то важные для Бога моменты. Мы начинаем заменять праздники потихонечку. И Рождество, оно перестает для нас быть Рождеством, праздником рождения, дня рождения Ишуа, оно становится чем-то таким приятным семейным днем, в которое все дарят друг другу подарки, и все так весело, и Санта Клаус этот, и важно. И это происходит на самом деле. Это происходит в наших школах, это происходит в обществе вокруг нас. Мы очень редко отдыхаем где-то, мы работаем, мы спешим куда-то, и непонятно, чем заняты. А даже когда мы встречаемся друг с другом очень часто, наше сердце, оно посвящено не Господу, а просто сплетням и обсуждению того, кто как, что кому, как сказал, как выглядит, что сделал, и так далее, и так далее. Это планы сатаны. На самом деле, друзья, это планы сатаны. И от нас зависит, получится у него или нет. Ну реально, это от нас зависит, будет успех или не будет. Итак, без близкой встречи с Богом мы не можем прийти к тому этапу, который называется миссия. Мы не можем быть посланы. Друзья, понимаете, почему? Потому что сердце, оно не очищено. Нужно разбираться с сердцами, нужно разбираться с тем, что есть внутри, и тогда можно будет услышать, Господи, вот я. Тогда приходит вот это внутреннее дерзновение, внутренняя хуцпа, внутренняя смелость идти и что-то делать. Мне, в общем-то, друзья, как и каждому из нас, не стоит удивляться тому, как выглядит моя жизнь, если я не готов сражаться против греха. Я не хочу служить, потому что я не смотрю на Господа, я смотрю на других людей, таких же, как я. И, в общем-то, знаете, а что плохого? Я не отличаюсь, мы все так живем, у всех такая жизнь, мы все в одних соцсетях, мы все смотрим одни сериалы, мы все делаем это, это и это. Я не хуже и не лучше, я такой, как все. Но когда Исаия встречается с Богом, он говорит, горе мне, горе мне, потому что он перестал себя сравнивать с другими людьми. Он говорит, я человек нечистый и живу среди таких же нечистых людей. Он не упрекает этих нечистых людей, он говорит, я в проблеме, мы в проблеме, это факт, это реальность, это то, что есть. Нам необходимо от жертвенника Божьего, чтобы оно коснулось наших сердец, чтобы оно очистило наши сердца. Интересно, я прочитал такую историю, однажды один из чиновников пришел к такому, знаете, это история из разряда сказки, но тем не менее в ней есть определенная идея. Один из чиновников, он пришел к своему царю и говорит, царь, как бы ты дал совет, научи меня жить такой жизнью, чтобы не грешить, как мне так жить? Царь говорит, я тебя научу, возьми вот этот сосуд масла и пронеси его через весь город, не пролив вообще ни капельки, и если ты прольешь хоть каплю, ты умрешь прямо там же на месте. Он берет этот сосуд и посылает с ним двух солдат с мечами, которые следуют. Человек проносит этот сосуд, то есть он берет его очень бережно и несет. В это время был карнавал в городе, он всячески долго шел, очень тщательно шел, потому что действительно царь не шутил, он в любой момент мог поплатиться жизнью. Когда он принес это масло, тот его спрашивает, ну что ты, принес его? Он говорит, да, принес, не разлил? Не разлил. Он говорит, послушай, а что ты видел в городе, когда ты нес это масло? Говорит, я ничего, честно говоря, не видел, потому что я был вот настолько поглощен этим сосудом. И царь ему говорит, послушай, направляй свой внутренний взор на свое сердце, береги его, как этот сосуд, и у тебя не будет возможности грешить. Ты не сможешь грешить, если твой внутренний взгляд, он будет направлен на что-то ценное, на то, что ты боишься потерять, на то, что ты оберегаешь со всех сил. И мы переживали с вами подобное, правда? Это всего лишь притча, но мы переживали подобные состояния, когда мы имеем нечто ценное, мы ничего не замечаем, мы не смотрим по сторонам, мы не отвлекаемся, мы бережем это, чтобы оно не разбилось, не расплескалось, чтобы с ним ничего не произошло, потому что там наше сердце, туда, куда мы смотрим. Поэтому, друзья, как бы мы не крутили, нам отчаянно необходима вот такая вот внутренняя ревность, решительность в том, чтобы оставлять все то, что ворует наше время, наши силы и направить себя реально на победу. Друзья, нужно вот решиться, направить себя на победу. И евреям 12 глава 4-5 стих говорит следующее, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда он обличает тебя. Смотрите, он говорит, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. То есть, есть определенное сражение, определенная подвязка. Что имеется в виду? Когда человек, он идет на войну, он берет пояс, он берет меч, он подвязывает свои чресла. Он говорит о том, что ваше сражение еще не было сражением, вы еще не побеждали, еще кровь не текла, вы можете больше сделать. И вы забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. То есть, в этом сражении оказывается, есть определенное утешение от Бога для нас, как для сыновей. Он может нас укрепить, сказать, давай, давай, я с тобой, я знаю, что у тебя получится, ты говоришь, не получается у меня, посмотри, все так живут, что ты ко мне пристал, что я больше всех мне надо, им нормально, а мне что, плохо должно быть. Он говорит, не смотри туда, смотри на меня, я вот, я прославлен, я Господь, ангелы вокруг меня, на меня посмотри, я готов принести с жертвенника коснуться твоих уст, но я хочу услышать твое ой-вэй, не просто ой-вэй, знаете, мы иногда так говорим, видим что-то страшное, говорим ой-вэй, это ни о чем, то ли дело мы говорим ой-вэй, 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 моя жизнь рушится, ой-вэй, боже, что-то надо делать, что делать, куда звонить, куда пойти, что делать, боже, я хочу меняться, я хочу, чтобы так не было в конце концов, да сколько можно, я не слышу твой голос, я читаю Библию, как об стену горохом, я не понимаю, о чем здесь речь, я прихожу на проповедь, я засыпаю, я сам не знаю, зачем я туда хожу, ой-вэй, не надо кричать, друзья, а не делать вид, что все нормально, все делают вид, что все нормально, это не помогает никому, это не помогло тому обществу, в котором жил Исаия, не помогло, и Бог ожидает и ищет тех людей, которых Он может послать куда-то на свое дело, Он смотрит и говорит ангелам, кого нам послать, кто пойдет для нас, Исаия говорит, вот я, после всего того, что ты со мной сделал, я пойду, и Бог говорит, да, вот после всего того, что с тобой было, ты пойдешь, ты сражался, и вы знаете, я думаю, что уголек, кустам, это тоже не очень-то приятно может быть, это скорее всего болит, пробовали когда-нибудь, да, что-нибудь горячее, пробовали, каждый из нас, это болит, но это того стоит, и здесь говорится, вы еще не до крови сражались, подвизаясь против рига, не пренебрегай наказание Господе, и не унывай, когда Он обличает тебя, мне очень сильно нравится, 143-й псалом, первый и второй стих, друзья, 143-1-2 Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты моей брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой, благословен Господь, твердыня моя, говорит Давид, научающий руки моей битве и персты моей брани, то есть Бог, Он берет наши руки, берет наши пальцы, Он берет нашего внутреннего, духовного человека, и Он нас учит, как побеждать весь тот грех, который есть вокруг, Он заинтересован в этом обучении, друзья, Он не бросил нас на растяжание сатане, и все, делайте, что с ним хотите, если выживет, тогда будет служителем, может быть, если повезет ему пастырем, или если сильно повезет, то даже апостолом мы его назначим, послушайте, Он научает нас брани, Он учит нас побеждать. Вы знаете, многие из нас ходили этим путем, ходили, но не у всех получалось, мы стабильно проигрываем. Я вспоминаю все те разы, которые были в моей жизни за все то время, когда я верующий, уже около 23 лет, 24 года я как рожден свыше, и я понимаю, что многие годы, которые я прожил, будучи верующим, я потерял. Это годы, в которых я ничему не учился, годы, которые прошли просто так и напрасно. К сожалению, и это факт, когда ты послушаешь какую-то проповедь, вот такого плана, она вдохновляет, ты думаешь, ну все, я сейчас, короче говоря, соберусь, мы объявляем войну всем грехам, все с этого момента, я там то, я там все, и весь такой ты сияешь, и ходишь в такой самоправедности, весь просто такой герой. ровно два дня, ровно до того, пока ты встречишь кого-то там, и кого ты ненавидишь всем сердцем, да, и все, и ты срываешься, и думаешь, боже мой, как такое можно вообще сделать, я же так серьезно решился, и понедельник как раз удобно наступил, первое число, Новый год, после отпуска, да, все так хорошо совпало, звезды стоят правильно, я чувствую вдохновение, как я мог так кричать на этого человека после всего того, что я пережил с Господом, может ли Бог после этого меня простить, ты начинаешь снова, и все, через некоторое время все снова срывается, потом приходит вина за этот срыв, да, потом что приходит, депрессия, у меня было так, я не знаю, сколько раз у меня так было, я вам честно, исповедуюсь, было очень много раз, депрессия, а что я могу сделать, я как все, ты смотришь на это тело Христа, и думаешь, слушай, а чем я собственно говоря хуже, да, я не грешу такими грехами, за которые меня отлучат от церкви, ну так и нормалек, если будет причастие, я помолюсь там, Господи, прости меня, я готов принять его, Боже, думаю о тебе, думаю о тебе, только не наказывай меня, пожалуйста, и все, и снова живу в поражении, и снова не слышу Господа, и снова ничего не происходит в моей жизни, так приходит неверие, так приходит вера в то, что по-другому не бывает, но я понимаю, что что-то в таком подходе было не так, через некоторое время, я начал осознавать интересную такую вещь, я понял, что если я хочу духовно расти, я не могу заниматься всем одновременно, это очень важный момент, друзья, я понял, что я не могу сразу во всех сферах своей жизни измениться, но если я брал какую-то сферу, и внимательно на нее смотрел, хранил свое сердце, через определенное время, да, возможно, я срывался, но в той сфере победа оставалась в большей степени, чем я брался за все сразу, улавливаете суть, да? Я, например, считал, что верующий человек должен поститься, вы верите, что верующий человек должен поститься? Это образ верующего человека, человек постящийся обыкновенный, да? Верующий, постящийся обыкновенный, то есть, Вигелсворд постился, апостолы постились, Ишуа постился, все постились, послушайте, что я за верующий, если я не пощусь? Я буду поститься, я помню, поначалу общался с одним, с одной сестрой, она говорит, я в своей жизни постилась пять дней, и моя жизнь после этого не осталась прежней. Думаю, вау, как круто. Сейчас она, кстати, неверующий человек уже, это просто отступник. Понимаете, да? Я помню другого человека, такого небольшого роста, был такой у меня когда-то один из учителей, и не отсюда, вообще в другом месте, он был таким пятидесятником, короче, в галстуке, все как положено, и он говорил, я, он в возрасте был, мы были такими пацанами, он, дети, я постился двадцать один день своей жизни, и такой у него взгляд, фух, фух, знаете, каждый день, это все с паузами такими, я вел молитвенный дневник, все замирают, двадцать один день, праведник перед нами, я записывал свои ощущения, что я переживал, когда у меня появилась головная боль, когда мне стало плохо, что я пил, что я читал, и вот это вот такой трагизм, вы понимаете, вот эта торговля такая каким-то чем-то таким, я думаю, но я искренне верил в это, думал, вау, надо поститься, начал поститься, пять дней, четырнадцать дней, сорок дней, ну сорок дней, согласитесь, после сорока дней люди меняются, вы верите в это? Я верю, минус килограмм двадцать у тебя точно, а потом все возвращается, полгода, и ты снова, баба ягодка опять, все меняется, но ненадолго, и я вам хочу сказать, сорок дней поста ни о чем не говорят, вообще никогда не ведитесь на эту ерунду, потому что сорок дней поста это невероятно тяжело, стоп, я постился несколько раз по сорок дней, и я вам хочу сказать, что большинство этих постов они были плотскими, я вам честно скажу, я просто тупо ждал, когда это время пройдет, я не переживал никакой близости с Богом, у меня не было сил читать Библию, у меня не было сил молиться, у меня не было сил вообще жить, я не получал ответы на свои молитвы, я сильно хотел кушать все это время. Я вас сейчас просто спасаю от этого всего своим жизненным примером, друзья. и когда я видел, помню, как-то в интернете, после того, как я начал осознавать эти моменты, я видел там один известный проповедник, очень известный в странах СНГ, такой баннер, знаете, захожу на христианские сайты, там баннер мигает, там срочное сообщение от проповедника такого-то на сороковый день поста, вот понимаете, да, нужно было баннер написать на весь интернет, чтобы сообщение, ну, почитаю, что там за сообщение, сообщение примерно такое было, Господь Иисус, Иисус Господь, а мы его дети. Отлично, можно было не поститься. Ну, реально, я просто, я ожидал там чего-то такого, знаете, типа, и тут метеориты упадут, и все произойдет, ну, как бы срочное сообщение, баннер висит. Послушайте, друзья, на сегодняшний момент я практически перестал поститься длинными постами. Это неэффективно для моей жизни. Знаете, что я хочу научиться? Я хочу научиться поститься один день. Я говорю это без пафоса, потому что я понимаю, что голодовка и пост, который бы трансформировал тебя, преображал бы тебя, это две совершенно разные вещи. Что это за пост, если ты бегаешь, как свадебная лошадь, всю дорогу, все от тебя что-то хотят, тебе звонят, ты поругался со всей своей семьей, ты, короче говоря, непонятно с кем, как себя ведешь, ты на работе вообще просто даже думать не можешь о каких-то духовных вещах, ты прибегаешь домой и потом там, Господи, прими это время, как пост, потому что я пост, это не пост, друзья. Это, как говорит Писание, некое небрежное отношение к насыщению плоти. Просто некоторое такое небрежное отношение к тому, что вы делаете. Поэтому я хочу реально научиться поститься один день, так, чтобы это навсегда оставалось в моем характере. Пускай этого будет мало, но пускай оно останется навсегда. Пускай это будет маленький кирпичик, который я вложу в построение своего духовного человека, но пускай этот кирпичик останется навсегда. Я буду делать это часто, для того, чтобы таких кирпичиков было много и через время будет более явный результат. Но я не хочу никого, знаете, производить впечатление. Это так тяжело поститься долго, друзья. Оно вам надо. Оно вам надо, если вы не умеете два дня поститься. Не думайте, что таким способом вы обратите внимание Господа на себя. Он, конечно, увидит вас, посочувствует, но не знаю, что произойдет. Учитесь делать малые победы, но оставляйте их в своей жизни. Я говорю сейчас очень непопулярные вещи. Я знаю, что многие харизматические проповедники меня закидали бы шапками, но послушайте, это практические вещи, выстрадатанные, такие вот именно пережитием. Я читал Библию каждый день большими кусками. Любите читать Библию? Да? Не все подняли руки, но я понимаю вас, я вас не осуждаю. Но что интересно, я замечал, я читаю, читаю, читаю просто там 30 глав, например, за раз. Целая книга, прочитал, еще и помолился хорошо. Выхожу с молитвенной комнаты, поругался со всеми, с кем только мог. Если бы это один раз, я бы сказал случайность. Я думаю, что ж это такое вообще? Зачем я читаю Библию, если после этого я выхожу с молитвенной комнаты и я ругаюсь со всеми, с кем я, кого я вижу? Или быстро я увидел ситуацию, в моем сердце полное осуждение, какого-то гнева, какого-то непонятно чего. Что это такое? Я что, неправильно ее читаю? Друзья, я хочу вам сейчас сказать одну важную вещь. Услышьте меня очень внимательно. Я хочу, чтобы вы услышали меня. Библию не нужно читать. Еще раз. Библию не нужно читать. Я представляю, завтра все говорят, проповедник сказал, Библию не нужно читать. В этой общине учат, что Библию читать не нужно. Библию нужно применять. Нельзя читать Библию спортивным чтением. Послушайте. Недостаточно просто идти в ежедневном плане. Многие из вас читают, я очень сильно это поощряю, ежедневный план чтения Библии, но этого недостаточно. Надо научиться применять прочитанное. Какая мне разница, сколько ты раз прочитал Библию, если ты не умеешь вести себя нормально, как верующий человек, мне абсолютно все равно, что ты знаешь. Когда мы придем на небо, Бог не спросит с нас имена двенадцати апостолов, но Он спросит нас за наш характер. Если мы не можем перечислить все колена Израиля, ну и что с того? Но если ты покладистый, если на твоем языке есть мир, благословение для других людей, если ты можешь быть тем, кто служит, и ты реально служишь, послушай, так ты молодец. Ты молодец. Я уважаю таких людей. А и что? Ну прочитал ты Библию. Я много раз прочитал Библию. Я не знаю сколько, может двадцать, может больше раз я прочитал Библию. Я иногда садился просто и вот просто тупо ее прочитывал. В одном переводе, в другом переводе, в третьем. И что, думаете, там что-то оставалось у меня? Не оставалось. Не оставалось. Библию читать не нужно. Библия, она не нуждается в том, чтобы ее читали. Вы знаете, ее судьба не изменится. Прочитаете вы ее или нет? Ваша судьба изменится. Ваша судьба изменится. Поэтому читайте ее так, чтобы происходила трансформация. Читайте ее так, чтобы она оставалась в вашем сердце, отражалась в ваших поступках, в ваших решениях. Пусть это будет мало. Послушайте, пускай это будет мало. Но пускай это будет для трансформации вашего сердца. Чтобы вы вставали и понимали, что еще один кирпичик в вашу духовную жизнь вложен. Еще что-то, что беспокоило вас, какая-то болезнь, может быть, это, знаете, проблема с языком, проблема с сердцем, с суждением, с отсутствием каких-то качеств, характере. Чтобы вы понимали, я почитал, я размышляю об этом слове. Я иду на работу, я размышляю. Как это? Как применить это местописание? Я сталкиваюсь с какой-то ситуацией, я вспоминаю то местописание, я выбираю, поступить, как всегда, по-хамски, или применить это местописание. И когда я его применяю, это значит, что Библия достигает своей цели. А когда не применяю, так послушайте, можете читать дальше. Я столько книг в своей жизни прочитал, вы не представляете, друзья, с шести лет. Каждый день я что-то читаю огромными количествами. И что? Сколько фильмов вы посмотрели в своей жизни? Тысячи. Ваша жизнь изменилась? Правда нет? Так же и Библию можно читать очень долго. Если не применять ее в свою жизнь, ваше сердце останется прежним. Итак, Библию не нужно читать. Библию нужно применять. Применять. Ключевое понимание. И трансформация, друзья, это процесс, в котором участвуют две стороны. Есть наша сторона, есть сторона Божья. Я верю, что Бог ожидает, что мы обратимся к Нему с просьбой об исцелении. Возжелать Его этого исцеления, стремиться к Нему. Я верю, что Он услышит наш, вот этот вопль, наш крик, ой-вей, Господи, я человек с нечистыми устами. Я говорю больше зла, чем благословение. Я злой человек. Господи, помилуй меня. Я сплетничаю направо и налево. Помилуй меня, Господи. В моем сердце нет любви к людям. Я их ненавижу всех. Но я называю себя верующим. Господи, помилуй и очисти меня. Помилуй меня. Я верю, что это обращает внимание Бога. И Он посылает своих служителей, своих ангелов нам на помощь. Я верю, что это меняет духовную атмосферу. Я верю, что после такого искреннего, глубокого, чистого обращения что-то меняется. Мы становимся способными по-настоящему служить. Не просто прийти, знаете, и там вот просто прийти. Вы знаете, что когда мы приходим, мы же не обязательно служим. Правильно? Мы просто можем приходить. И что? Я хожу в эту церковь уже 30 лет. Флаг тебе в руки. И что? Что изменилось, если ты всегда сидишь непонятно где, ничего не делаешь, у тебя нет друзей, потому что все не хотят с тобой вообще дружить, потому что ты просто такое несешь иногда, что ужасно это все слушать. И что, что ты ходишь сюда давно? Я еврей. О, вообще. Распект. Исаия говорил к евреям, чтобы вы понимали. Не к язычникам, не к украинцам, не к русским. Он говорил сугубо к евреям. И Бог все вот эти претензии выставлял еврейскому народу, который был в завете, который имел отношение. Поэтому не хвастайся еврейством. Наоборот, осознавай свою ответственность в изменении. Просит Господь. Итак, что же нам делать? Как нам это сделать? Это очень вопрос большой. Я понял так. В нашей жизни есть любимые грехи. Есть грабли обычные, а есть любимые грабли. Мы на них любим наступать. И очень часто мы наступаем. И именно в этих зонах мы более всего уязвимы. У каждого из нас они разные, где-то могут быть похожие, но, как правило, мы знаем, о чем идет речь. И вы знаете, сегодня я призываю вас бросить вызов именно этим любимым граблям, этим любимым грехам. И я не говорю о том, что мы будем сегодня молиться о изменении всей моей жизни. Послушайте, для начала давайте мы поговорим о ключевых грехах. Что я имею в виду? Смотрите. Есть грехи, от которых как бы рождаются другие грехи. Например, возьмем, бывает такое, бывает, что верующий человек подвержен алкоголизму. Ну, слышали такие случаи где-то там, да, скажем там. Соответственно, человек, который подвержен алкоголизму, у него портятся отношения в семье, портятся отношения на работе, портятся отношения вообще в этой жизни. Да? Это происходит сначала постепенно, постепенно, а потом это идет по нарастающей. Предположим, что любимые грабли именно алкоголизм. Если мы будем решать вопросы семьи, вопросы детей, вопросы работы, это всего лишь последствия того влияния, которое оказывает алкоголь. Но если мы займемся вопросом, решением вопроса только лишь алкоголя, победив, мы увидим изменения в других сферах. Уловили принцип, да? Есть вот такие ключевые ведущие грехи. Они ведут нас по жизни. Еще раз, у каждого свое. Кто-то имеет проблемы с языком, просто несет всякую чушь, а потом удивляется, почему у нее нет друзей. Это неудивительно, что тебя никуда не зовут, и ты говоришь, нет любви в этом мире, послушай, научись разговаривать правильно. Вот этот момент, это твои любимые грабли, сплетни может быть, у кого-то это может быть похоть, после которой куча проблем. И если решить этот вопрос, все остальное станет на свои места, в большей степени намного легче. Итак, начните с поиска вот этой ключевой проблемы. Как правило, она на виду. Если вы не знаете, что это за проблема, спросите свою жену или мужа. Они вам расскажут. Только дайте им шанс. Они вам сразу расскажут все ваши проблемы. И сосредоточьтесь только на этом вопросе. Пускай это будет, еще раз я говорю, не хватайтесь за все. Не пытайтесь изменить себя мгновенно. Такое случается, но это чудо. Такое скорее просто, ну, как бы, это не системно, то, что происходит, что Бог приходит, и человек мгновенно меняется во всех сферах. Больше изменившись изменившись что мы видим, что нужно работать над собой. И так, возьмите только эту проблему и сосредоточьтесь на этом сосуде с маслом. Прежде всего, решите, что вы будете бороться с этим до конца. Вот я решил, что с этого момента я не буду материться. Берующие ругаются, вы знаете это, да? Они признаются, но ругаются. Я не буду иметь вот такое мышление внутри своего сердца. И вы начинаете, как бы, хранить себя. Когда какая-то ситуация, когда вы, вот смотрите на вот этот момент, да? Вот что-то происходит, а вы, и внутри говорите, Боже, благослови этого человека, дай ему благодати, милости, ну, говорите правильные вещи. Раньше вы не задумывались, но теперь же вы храните себя, вы же внимательны. Возьмите свою Библию и выпишите все места Писания, которые бы говорили о ваших граблях, любимых, об этой проблеме. Просто выпишите, пускай это будет перед вами. Поверьте, во время того, как вы будете изучать Писание с решением этой проблемы, вы многому научитесь и другим вопросам. Ну, не прочитали вы Библию по плану, ничего страшного, вы работали с Библией для вашей трансформации. Улавливаете суть, да? Она влияет на вашу жизнь практически, и это ее предназначение. Это не книга для внеклассного чтения, это книга руководства для изменения. Вы сейчас решаете вопрос своего сердца, вопрос своих слов. Вы выписали все места Писания. Что можно сделать следующим? Найдите примеры тех людей, которые победили. Вы не единственный в своих проблемах. Послушайте, проблемы у многих одинаковые. Вы не думайте, что вы эксклюзивны, если вы похотливы. Вы не эксклюзив. Многие подвержены этим проблемам. Это, ну, как бы, это то, что есть. Если у вас есть какая-то зависимость от интернета или от каких-то вещей, вы не думайте, что вы уникальны. Миллионы верующих людей зависимы от этих вещей. Но также есть те, кто победили эти зависимости. Найдите их примеры. Почитайте, как это происходило, какой опыт был у них, как они это побеждали. Найдите проповеди на эту тему. Пойдите, купите пару книжек, которые бы учили чему-то. Это всего лишь мы говорим об одной сфере. Об одной сфере. И все это время сотрудничайте с Духом Святым. обращайтесь к Нему и говорите, Дух Святой, я очень сильно хочу перестать ругаться в своей жизни. Я принял решение, что я буду сражаться против этих злых слов и этого состояния сердца. Я прошу тебя, когда меня будет накрывать, просто останавливай. Я не знаю, помогай мне это осознавать. Пускай места Писания горят передо мною красными буквами, чтобы я останавливался. Когда меня несет во все тяжкие, просто Господи, держи меня. Вы помните, что мы читали в 142-м псалме? Блажен Господь, который учит мои руки брани и персты, да и учит также побеждать. Бог учит нас побеждать. Учит нас победе. Господи, учи меня побеждать. Я бы сейчас порвал этого человека на мелкие тряпочки, но я хочу, Боже, побеждать. Поэтому я благословляю его. Так говорит Писание. Я буду делать, может быть, мне, ну, как бы, вот и не хочется внутри, но я честно тебе говорю, Господи, я хочу быть другим. Я хочу быть способным услышать Твой голос и сказать, вот он я, пошли меня, пошли меня. А также, друзья, молясь к Господу, найдите кого-то, кому вы могли бы доверять. Это может быть кто-то из верующих людей, кто духовно более зрелый, кому вы могли бы быть подотчетными. Когда вас накрывают, и вы понимаете, что надо помолиться, надо услышать какое-то ободрение, будьте подотчетны кому-то, это не страшно, это явление временное, но это поможет вам одержать практически победу. Практически победу. Смотрите на свою жизнь, как на строительство Божьего храма. Не просто машите руками на этом проекте, но по песчинке, по кирпичику вкладывайте в свой духовный рост. Не унывайте. Найдите основные проблемы, сосредоточьтесь в первую очередь на них. Поверьте, вам на всю жизнь работы хватит. Но если вы решите важные вопросы, тогда вы, знаете, дойдете до того, чтобы прочитать первое Паралипоминон со всеми родословными, может быть, уделите время разбору жертвенника, скинии, потом того, как там было, что устроено, какие цари с кем воевали. Это важные места Писания. Послушайте, я не умоляю Библию ни в коем случае. Но мы читаем Библию с вами по-разному. И согласитесь, первые шесть глав книги Паралипоминон, где просто перечисляются роды людей, менее важны, чем Исаия 53 глава. Правда? Потому что Исаия 53 глава, она полна тех вещей, которых мы можем с вами применить сегодня. Поэтому, если для вас на сегодняшний момент важно решить вопрос какой-то ключевой области поражения, решайте его. Решайте. Не впечатляйте Господом вашим скорочтением и вашим голоданием. Учитесь делать качественно, чтобы происходила трансформация. Итак, сегодня я хотел бы помолиться за тех людей, которые приняли решение начать работать над ключевыми областями поражения в своей жизни. Я хочу помазать вас елеем во имя Божье, чтобы эта победа она состоялась, чтобы этот путь, вот эта страсть поиска этой жемчужины, за которую вы готовы заплатить своей жизнью, своим имением, всем тем, что имеет, чтобы она укрепляла вашего духовного человека. Я приглашаю вас, те, кто нуждается в такой молитве, выйти вперед. И я хотел бы помолиться за вас, но только тех, кто действительно решается. Не впечатляйте меня, не впечатляйте друг друга, впечатлите Господа своим решением. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok